и друзья я рад вас приветствовать на канале алекс дозор и у нас сегодня мы продолжаем увлекательное путешествие по миру аудио аксессуаров у нас сегодня кабель от кибир за что огромное спасибо сергею критко если бы не он некоторых бы обзоров не было прислал хорошую такую посылочку с объектами для обзоров вот кстати ссылка на ту самую распаковку вот а ссылку где купить я оставлю на магазин у изи аэрфонс это ну хороший магазин мне там всегда уступают и делают неплохие скидки так что можете делать неоплачиваемый заказ и обращаться как бы за скидкой я думаю что и вам что-то до уступят если смог вот а и размещу еще кстати ссылку на oil x сергея потому что что-то он там из своей коллекции продает покупает новая продает и кстати тоже скоро на ул x открою страницу где тоже буду продавать уже многое скажем многие отработанные материалы которые я уже все отснял и возвращаться уже не буду так вот такой вот красивый красивый кабель 16 жильный ну давайте его просмотрим поближе и я вам расскажу о его характеристиках и влияние на звук и вот друзья такая красивая змея или такой аудиофильский канатик чисто медный модно монокристаллическая медь в продаже они со всеми видами джеков и два с половиной и 4 4 пентакон а эти самые коннекторы у них тут вы видите два пин да и есть еще qdc и mcx коннекторы вот как бы так вот такой неплохой кабелек вот логотип говорит нам о том что это кбр вот такое вот для езды не не бусинка а шайбочка скажем так для утяжки под подбородком ну и такой вот нормальный симпатичный пластмассовый пластиковый больше мне пластмасса напоминает как бы коннектор все сделано достаточно как бы просто и и со вкусом все сделано в принципе отлично это были его характеристики а теперь я вам расскажу как он влияет на звук на звук он влияет вот там тоже в магазине указано что улучшает бас и средние частоты ну скорее всего средние частоты имеются в виду те что ближние к н ч то есть средние близкие к басу убить бас загнул крепенько и действительно так она и есть мог знаете от мечем действительно понравился этот кабель так то что он не сгущает краски не делает как бы более такую бы ширную какую-то подачу насыщенную плотную он просто добавляет немного веса немножечко тяжелей становятся низкие и немножечко тяжелей становится такой как бы жестче вид вас я кстати думал что это будет что-то подобное у нас в скором времени ждет большое сравнение кабелей я к новому году постараюсь сети видео все сравнения все топы ну если не к новому году то после у меня как раз декабрь январь в месяц вот в эти месяца я постараюсь систематизировать все разложить по полочкам я боялся честно говоря этого кабеля я думал что это будет но если вот этот выдает как бы такие но вы видели на него обзор по-любому обзор на этот кабель выйдет после этого сейчас ссылочка именно на обзор этого кабель у крепко как бы так вот сгущает делает жирным а то что я все только что рассказал что не делать этот кабель делает вот этот кабель и я побаивался но мне честно говоря вот этот кабель понравился больше и я не знаю меня уже заградываются смутные сомнения что может тут какая-то как-то спаяна неправильно может как-то тут что-то куда-то попало может ну то есть кто его знает но мне кажется что в принципе этот кабель наверное так как он звучит у меня что он так звучать не должен ну ладно это не обзор на этот кабель мои мысли по поводу что сказать про этот кабель если у вас ультра светлые наушники которые вы бы с радостью хоть немного но притемнили добавили им веса ну то есть понятно что это и на источники на аква аква аквалайзере вот аква и на аквамене можно тоже поплавать если что то есть ну это один из вариантов как немножечко утяжелить вас иметь вас у ваших светлых ушек каким-то темным наушникам я бы не рекомендовал потому что будет переизбыток а так вот так давайте пустим эксперта посмотрим как ему этот кабелек вот она пушистое чудо кто не знает прошу любить и жаловать из in искусственный интеллект если что зашифровано в этой аббревиатуре это я сам нам был книгу читал из нтгн с серии там много авторов целый мир огромный в этой теме вот проект был классный жалко закрыли вот там были такие искусственные интеллекты не такие прямо вообще искусственный интеллект и в честь него ладно как тебе кабелек только давай аккуратненько кабелек мне надо сергею возвращать как скажи заценивать просто до любопытно было люди посмотри не-не-не-не давай вот этот микрофон есть не будем он денег стоит знаешь сколько сколько мне придется таких как ты продать в рабство корейцам чтобы откупить этот микрофон почему корейцам не знаю вот я думаю что корейцам обязательно нужны такие искусственные интеллекты хочешь ко мне спал я его разбудил ну ребята вот такой получился кабель довольно таки интересно я боялся но боялся зря очень даже неплохой кабель так что если к светлым наушникам я уже говорил рекомендую все музыка была группы engine он вначале написал сейчас сказал вам ребята большое спасибо за просмотр до конца этого видео очень благодарен все тест до скорых встреч в наших эфире пока